Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. 29 сентября. 22 год. Мой большой канал. Есть второй Соскин Нью с латинскими буквами. Обсудим следующие связанные между собой важнейшие стратегические события. Во-первых, это в центре внимания практически всего западного мира, так сказать золотого миллиарда, сегодня находится тема драматическая, прямо скажем. Это уничтожение, дефрагментация, выведение из строя двух балтийских газовых магистральных трубопроводов Северного потока-1, они его Северным потоком называют, и Северного потока-2. Причем, если раньше говорили, что вроде три ветки были фрагментированы, и из них идет газ под огромным давлением, в Северном потоке, как известно, технически был закачан, а в Северном потоке-2 технический газ в двух. То есть, всего четыре имеются нитки, причем это же мощные очень нитки с огромным потенциалом. Каждый газопровод рассчитан на 55 миллиардов кубометров в год. Итак, а Северный поток-1, там находился тоже газ, потому что по нему идет постоянно, так или иначе, поступал газ в европейские страны, ну в Германию прежде всего, а потом распределялся по другим странам. Так вот, эти все нитки уничтожены, и оказывается, вроде есть повреждения и в четвертой нитке. Появилось тоже там, как заявляют эти, ну собственно, три страны, которых это касается, район это Дания, Швеция и Польша. Ну, якобы четвертая появилась уже, так сказать, выделение газа на уровне, в месте расположения четвертой этой нитки. Ну, последствия, да, каждая ниточка так на минуточку стоит 6 миллиардов долларов, может даже больше, может даже больше. А в каждой нитке там достаточное количество газа, который теперь выходит и где-то, говорят, к концу недели, ну видимо, если сегодня 29-30, ну к первому так точно уже весь газ точно выйдет из этих трубопроводов. Повреждения там очень большие, там дыры целые, там прямо дефрагментация чуть ли целых кусков не осуществлена. И как только, ну, давление уже слабеет, и теперь в эту трубу пойдет соленая балтийская вода. Вот, как только вместо газа там будет уже вода балтийская, то начнется эрозия этих труб. Причем она хлынет и в одну сторону, и во вторую самотеком, или как там она пойдет. Таким образом, практически два этих проекта, по сути, уничтожены. Отремонтировать их, ну а как их отремонтировать, если введены санкции, и нет такого в Москве и Российской Федерации оборудования, чтобы это сделать, а Германия не может в этот процесс войти, ее фирмы, ну тогда получается, что, по сути, там поселятся какие-то морские, так сказать, организмы. Рыбки там, ракушки, рачки там и все прочее в этих трубах. Вот, таким образом, этот проект и Северный поток-1, и Северный поток-2, ну как с моей точки зрения, уходит в небытие. Последствия, конечно, экономические, финансовые, энергетические, экологические, геополитические, ну катастрофические, по-иному нельзя сказать. То есть, эти проекты заняли, начались они еще когда? Ну это где-то, наверное, при, после помаранчевой революции, так я, насколько помню. То есть, это где-то там 2004 год. То есть, им уже, собственно, одному проекту и потом второму, это до 20 лет. Но если их там еще были, пока это разработали, пока сделали инженерные разные чертежи, там расчеты и так далее, и так далее, то есть, это где-то 25 лет. То есть, это целая жизнь целого поколения. Ну вот, получается, что это все выглядело, как я вам уже говорил вчера в своем видео, это все вылетело в трубу. Последствия. Последствия для Европы, собственно, их уже никаких нет, потому что Европа уже приняла решение западное отказаться от российского газа. Поэтому чуть раньше, чем позже, естественно, они бы уже, этот, Северный поток-2 и так не использовался и не был введен в действие. А Северный поток-1, он уже остановился. Московиты его сами законсервировали, остановили, ссылаясь на эти турбины, на чертежи, на всякую прочую галиматью, которую они придумали. Поэтому по нему газ тоже уже почти не поступал в Германию. То есть, по сути, Российская Федера, ну, глава этой Московии, тиран Путин и его окружение, они приняли решение, что уже будет Северный поток-2, они уже поняли, не будет использован. Ну и Северный поток-1 им тоже не нужен уже, поскольку по нему газа тоже идти не будет. Вот, поэтому для России этот проект утратил абсолютное уже значение. Абсолютное значение. А если он утратил значение, то тогда что? Ну, как бы, деньги они отбили по Северному потоку-1 и там в разы, как говорится. Работать эти два потока не будут. Турбины они остановили, Сименс они фактически выбросили. Санкции наложены. После того, как они осуществили так называемые клоунадно-фарсовые беззакония в виде, назвав их референдумами по присоединению оккупированных территорий Украины. Они понимают, что уже ни при каких обстоятельствах трубопроводы не заработают. Сейчас они уже ведут угрозы, дали НАК нефтегазу, сказали, что если НАК нефтегаз не украинский не отзовет свои претензии к Газпрому по транзиту и по цене, то они прекратят поставки газа и по украинским газопроводам. Скорее всего, это и случится. То есть, они четко определились, московиты, что по трубам газа не поставлять на территорию Европы, ни через Украину, ни через Балтийское море, но, естественно, и через Беларусь. То есть, что? Не будут. Не через Польшу, а тем более, что Польша запустила Балтийский газопровод с Норвегии в Польшу. Таким образом, как бы, тогда надобность в этих трубах для Путина абсолютно отпала. А если она отпала, то тогда что? Ну, логично, тогда надо совершить его уничтожение, как они всегда это делали. Как делал тот же Сталин во время Второй мировой войны, по мере того, как войска Германии двигались на территорию Советской империи коммунистической. Он делал просто, он подрывал эти все предприятия, была Днепровская ГЭС взорвана. То есть, все разрушалось, все уничтожалось. Ну, какая-то часть, типа, там, предприятий с Украины, например, там, с Беларуси очень немного погружалось оборудование на железнодорожные составы и вывозилось туда на Урал, в Казахстан и так далее. А все фабрики, заводы, сооружения, все подрывалось. Но если подорвали, в Киево-Печерской лавре Успенский собор был заминирован, и его подорвали, когда туда приехал этот самый президент Словакии, так называемый. Ну, он вышел, а взорвали Успенский собор. Стоял до тех пор, пока Амельченко не стал мэром города, этот разрушенный Успенский собор. Если подорвали, Сталин дал команду, подорвали весь Крещатик, Киев разрушили. В чем проблема? А Путин себя же равняет к Сталину. Более того, они же назвали эту войну отечественной, правильно? Они говорят, что первая отечественная была 1812 год, потом была отечественная во время Второй мировой войны, и сейчас тоже Третья отечественная война. Ну, правда, еще Караганов говорит, что 1914-18 тоже была отечественная война. Ну, тогда можно вспомнить, что еще у них была отечественная война. Это когда после смерти этого садиста, ненормального, умалишенного Ивана IV, так называемого, московского царя, когда он сдох, вот, тоже у них же была смута величайшая, и потом, типа, была отечественная война Минина и Пожарского, да? Это уже еще была одна война, когда была, типа, появилась новая царская династия, уже не Рюриковичей, это, собственно, Романовых они их назвали, хотя это было, это там Кобыла или как там, Оглобин там, Кобыла, чуть ли не Охлобыстин. Вот, тогда они избрали этого первого Михаила, если не ошибаюсь, да? В 1613 году, в 1913, там, 300 лет они праздновали, они любят праздновать все. 300-летие дома Романовых, там уже не осталось никаких Романовых, ну, типа, дом был. Как известно, там все были, это, с разных, там, германских курфюст, там, и так далее, там уже никакого не было, никакой, там, крови, это, тем более, там, русичей, славян, там, Рюриков, и так далее. Вот, такая у них была байда в этот период, поэтому, наверное, если они оттуда будут считать, от Минина и Пожарского, потом у них будет 1800, они считают, 12-й год, тоже очень темная история с этим Наполеоном, с этим сжиганием Москвы и прочими вещами. Это у них Вторая Отечественная война, Третья Отечественная война, Караганов говорит, это 1914-18 год, Вот, четвертая, это уже Сталин, вот, так сказать, 1941-й в рамках Второй мировой войны. Ну, вот, тогда, чтобы 600-800, это самое, 3-4, пятая, получается, Пятая Отечественная война у них, Путинская Отечественная война. И тогда, что, если исходить из выступлений, ну, всех уже буквально, и Путина, и Лаврова, и Медведева, и Володина, ну, вот, вся-вся верхушку, если взять, говорящую, ну, Пескова, само собой, то выходит, что главная мысль, Шейгу, кстати, что цель уже не Украина, потому что в рамках того, что они планировали в Украине, они, по сути своей, генерально не достигли, то есть Киев не захвачен, Украина не захвачена, более того, их уже отбросили с территории Киевской, Черниговской, Сумской области, с Харьковской области, и сейчас украинские войска последовательно уже делают окружение и выходят на Сватова. Там огромнейший котел получается, огромнейший котел, вот, в который входит это и так называемый лиман, который был Красный лиман, и много-много там еще всяких населенных пунктов, фактически вот будет такой огромный котел еще похлеще Харьковского, и они оттуда не вырвутся. Вся эта болтовня, что они что-то там делают, добиваются, сражаются. Очень интересно, посмотрите, этот крик, совершенно уже истерика была у этого Шапира, но этот, его называет Андрей, этот наш депутат, называет его Соловиным пометом. Не знаю, видно, он гончарук разбирается в пометах Соловьев, вот, еще что у них в Соловье есть другой там, да, ну, вот Шапира, Шапира, он себя называет почему-то Соловьев, хотя по матери он Шапира. Почему он отказывается от своих корней, Ашкенази, Ашкеназов по матери, от Идиша, непонятно. Вот, так же, наверное, нельзя для них, правильно я понимаю? Ну, он, типа, себя позиционирует, вот, как Кедми, он же Казаков на самом деле, но говорит, что он Кедми. Ну, у них так все время сделано. Ну, в Украине то же самое, Тимошенко, а на самом деле она Григян тоже. То есть, вот эта привычка отказываться, Порошенко на самом деле, вроде как он не Порошенко, да, или Кличко на самом деле не Кличко и так далее. И тот же, этот, как он, Тягныбок, не Тягныбок. Вот это все, все время меняют свои прозвища. Ну, Путин, он же тоже не Путин, а Шаломов, да. С Кучмой надо еще там тоже разбираться, там. Вот. Это все клички, клички какие-то. Это специально меняют, там, Троцкий, он, Бронштейн, Зиновьев, Каменев, там, Ленин, Ульянов, Блан, Сталин, Жуашвили, Гитлер, Шекельгрубер. Вот это все, вот эти все недоноски, они всегда меняют свои, отказываются от своих корней, меняют фамилии свои. Вот. Ну, дело даже не в этом. Дело в другом. Дело в том, что вот у этого Шапира, который там все время выступает, да, в этой Сталинке, с ним случился припадок страшный по поводу этого Лимана и 20-й армии и всего прочего. Там, команду он начал давать. Вот. Ну, уже он близок вот к каким-то событиям, видно, уже финальным. А речь идет о том, что будет котел. Вот это первое, как бы, то есть второе. Первое, то, что я вам рассказал, это уничтожение вот этих ниток, двух трубопроводов. Еще раз говорю, официально, как бы, каждая стоимость одного 6 миллиардов долларов. Но она больше. То есть, это 6,4, 24 миллиарда долларов, так сказать, вместе с тем газом, который был закачан, вместе со всеми остальными последствиями. То есть, это вообще колоссальная финансовая и прочая катастрофа. Ну, как говорился, Путин, видимо, думает так, снявши голову, по волосам не плачут, да. То есть, они им уже не нужны. Уже не будет трубопроводного поставок газа через трубопроводы. Все. В том числе и через украинскую и белорусскую системы. Это очень важно понять на сегодняшний день. И через польскую. Очень важно понять этот вывод, который я вам делаю. Следующее. То есть, следующий вывод, это то, что украинские войска наступают. И будет подоляк, Михаил сказал, что подоляк, что будет важно, что может война закончиться, если будет взят один из двух городов, типа Донецк и Луганск. Ну, он, конечно, романтик, это однозначно. Бывают такие вещи, никакая война не закончится. Но то, что произойдут просто колоссальные и катастрофические для Путина изменения в случае захвата Луганска и Донецка, это сто процентов. И я вам про это все рассказывал очень много раз. И к этому все идет сейчас. Поэтому на фронте у Путина катастрофа. Ария туда бросили уже с Крымом. Подразделение. Это прежде всего я сказал брать крымских татар. Типа вот они идут нормально. Никакого сопротивления не оказывают. Все нормально. Сражаются за матушку Россию крымские татары. Поэтому то, что все там Джамилев, там они все говорят. Типа, что вот татары нет, они там другие какие-то. Там типа есть какая-то их крымская там общность. Там закон какой-то приняли такой, что они типа там какой-то коренной народ. Да нету никакого коренного народа. В армию забрали российскую. Нормально служат. Пошли на войну против украинцев. Нет народа. Зеленский и прочие слуги народа в Верховном Совете. Это вы погорячились, когда что-то приняли такое. Ну там понятно, что положат же все это дело. Быстро очень хаммерсы и другие, так сказать, западные оружия. Кстати, сейчас еще 17 дают хаммерсов. Столько, сколько есть. Ну там говорили, что их нету. Что новые построят. Я думаю, кто это говорил, он не компетентен. Я думаю, они дадут те, что есть. А те новые, которые надо построить, их как раз заменят на тех, что отдадут. Поэтому они придут в ближайшее время еще. Столько же, сколько дали американцы. Вот. Поэтому в два раза будет хаммерсов больше. Так что можно себе представить, что там будет. Путина ждет в ближайшее время. Они, я думаю, уже идут. Поэтому вот это еще один момент важный, да. То есть наступление украинской армии. Третий важный момент для нас понимания. Это то, что происходит в Беларуси. То есть раз Беларусь утрачивает вот эти все позиции. Геополитические, геоэкономические, финансовые. Как выход на Западную Европу для России. То есть она уже не нужна, как территория экономическая, геоэкономическая, геофинансовая. Правильно? То есть сейчас все ее банки уже будут лишены свифта. Все карточки станут бесполезны. В том числе Шетимир. С Украиной она уже не торгует. Граница закрылась. Украинские там войска стоят на границе с Беларусью. Беларусь переполнена уже московским оружием. Ракетами С-300, С-400. Этими всеми истребителями с ракетами. Этими. Ну в общем все что можно они уже туда отправили. Раз это стала уже просто военная база. То тогда Беларусь как транзитная территория утратила смысл. Правильно? Тем более Литва, Латвия, Эстония, Польша отказались пропускать россиян. Ну граждан Российской Федерации. Тоже выдавать визы. То же самое Финляндия решила сейчас. То есть по сути вот с 30-го они тоже прекратят. То есть Балтийское море это уже натовское море. Таким образом Беларусь как экономическо-финансовый субъект, транзитный, логистический субъект, трубопроводный субъект, субъект железными дорогами, с автомагистралями, он утратил смысл. А какой он смысл тогда приобретает? Меня спрашивают многие там мои, кто из Беларуси меня смотрит, там поддерживают мой канал. А что что далее? Так вот я вам объясняю. Вы превращаетесь в военную базу, военную территорию для ведения боевых действий. Для ведения боевых действий. И там некоторые говорят, да, это все ерунда, мы их закидаем, только пусть попробуют. Там как это они там будут, земля промерзшая, как они будут типа окапываться. Ребята, а как в феврале окапывались, не знаете, 24 февраля? Окапывались там или не окапывались? Нормально в Чернобыльском лесу окопались, да, в феврале месяце. Помните, нет болваны, которые это пишут? Вы полные болваны, или вы идиоты, или вы провокаторы. Вот мне интересно, в всяких телеграм-каналах, там, тупорылых. Вы что, совсем не соображаете? Да им и копаться не надо. Там совсем другая будет задача стоять. Там просто задача стоит пойти валом, мясом, да и все. Путин же заявил, что мы 500 тысяч потеряем, ничего страшного. То есть уже 1200 потеряли всех вместе, да? Ну, если всех-всех по совокупности, и 200-х, и 300-х, и Лугандонию, и ЧВК, и Назвардию. Вот если все сложить, вот все-все вместе, то потери общие до 200 тысяч. Поэтому, ну, еще 500 потеряют. Ну и что? Ну, говорит, это Жуков говорил же, Сталин, все, бабы еще нарожают. Поэтому для них это вообще не проблема. Для Путина вообще это не проблема. Он вообще, он считает, что он выше этого, он демиур. Но, почему я так говорю про Беларусь? Потому что произошло, я вам говорил, чрезвычайное событие. Лукашенко уехал в Сочи. Я говорю, что он там сидит? И вот появилась фотография, что он где? В Абхазии. Скажите мне, это первая поездка Лукашенко в оккупированные, непризнанные территории. Что такое Абхазия? Это была часть Грузии, которая теперь функционирует как независимое государство, суверенное. С референдумами приняли и все прочее. Чего вдруг Лукашенко в Абхазию поехал? Ни кто мне не скажет. Умники, а? Чего он туда поехал? То есть он поехал, он определился, он договорился. Как я выскажу свою точку зрения. С Путиным, что Абхазия становится базой клама Лукашенко. То есть он вывозит туда свою семью, своих любовниц, своих детей, старших сыновей, младшего сына. Всю свою комарилью вывозит, всех преданных вывозит. Почему? Потому что он говорит, ну и Володя говорит, как там. Он же его спросил, да? Как там эти сервеи другие говорят. Что сколько Путин там жить хочет, да? Тут он говорит, а что, в чем проблема? Он говорит, ну так типа ядерный удар и прочее, прочее. То есть Лукашенко понимает, что он для себя, он решил, что он не хочет участвовать в этой финальном, так сказать, акте этого всего. Этой трагедии в Европе, которая будет. Ну ему нафиг не надо, правильно? Да, поэтому он что взял? Он взял территории, куда он заедет, куда он привезет какую-то часть своих людей белорусских, которые ему будут преданы. И это будет его база. Он про это, я так понимаю. А вообще-то в Абхазии мандарины, субтропики, Черное море, курорт Пицунда, остров, это озеро Рица. Я помню, меня родители маленьким туда возили. Это еще были 50, начало 50-х годов, представляете? Это шикарнейшие тогда места были. Ну Ахметова, наверное, тоже можно спросить, как он там играл в карты, там не играл в Пицунде и так далее. Я помню тоже с женой мы ездили туда, так сказать, было у нас свадебное путешествие в эту Пицунду. Поэтому это классная очень территория, прекрасная территория, я вам скажу. Население небольшое, бедное, разрушенное. И туда Лукашенко заедет со своими миллиардами, со всей инфраструктурой, со своими людьми, самыми преданными и все. Курс завел и там, как говорится, осел. Поэтому вот, а если он это в самом деле делает, тогда он отдает территорию Белоруссии, вот Пинские болота и все это кому? Мне говорят, я его называю Вольфович, а мне говорят, надо делать ударение Вольфович. Ну, как говорится, ты, говорит, меня хоть этим горшком назови, только в печь не сади, да? Что Вольфович, что Вольфович, от этого же, как бы, суть не меняется. Так вот, этот Вольфович Вольфович, он и должен, видимо, возглавить вот эту всю ситуацию, когда Беларусь превращается в военную базу, в авангардный такой ударный кулак. По, и теперь вопрос, по кому? Ну, наверное, и по вот этим нашим городам, да? Все же забыли, уже 24 февраля, Чернигов забыли, да? Оболонь Киевскую забыли, я помню, это самое, Люся Немыра мне, Людмила Немыра говорит, Олегович, они тут уже на Подоле, в Оболоне стояли, уже рядом были, уже вообще там, помните, да, этот наш, этот полковник Арестович там рассказывал, как это все ужасно было, да? Что он готов был погибнуть уже, да? Но при этом звонил кому-то, ты, говорит, уже доехала до Черновцова или не доехала? Ну, носишь, так делали, уже все забыли про это, да? Теперь детей бьют на границе, которые поступили в иностранные вузы, но об этом я другой материал сделаю. Это ж уже, так, ребята, у нас, значит, те же самые, как в Москве, две парни, это им частью гантели, так сказать, надругались над ним, над поэтом, их над его девочкой угрожали, там страшные дела. Так чем отличаются те, которые, парни, уже несколько ребят побили на погранслужбе, полиция, на шагине, парня уже одного в больницу отвезли, второго студента, которых не выпускают, они поступили там в польский университет, совсем офигели. Значит, вы такие же, эти самые гоблины, как у Путина, Зеленский, значит, ты тоже такой же. Раз ты так делаешь, значит, ты такой же, а как иначе? Залужный, значит, такой, Наев такой, Сирский такой, значит, Залужный зря тебя там изображают на этих всех журналах. Значит, ты действуешь точно так же, и Резников, был какой-то адвокат, да, во Львове, там, во Львове я был, плюнь в адвокатов, там столько адвокатов, там все адвокаты, юристы. А стал, видишь, министром обороны стал, до этого был секретарь Киевраду, Кличко и Артура Палатного, все классно было, все выше и выше и выше, да, Резников, вместе с Малер. Еще кого-то взял бы, там, штукатура взял бы какого-нибудь, там, плиточника, паркетчика, сантехника, что только у тебя эти, как говорится, те, что поверхности красят, заместители. У меня еще разнообразие должно быть, плюрализм. Так вот, смотрите, я вам про это уже говорил, я думаю, это очень важно для завершения такого, этого материала. 26 сентября опубликовано интервью в профиле Сергея Караганова. Ну, почитайте, кто он такой, я его помню еще по 90-м годам. Вот, сейчас он типа декан, там, высшей школы экономики, это бывшая при Кабмине Советского Союза, Академия была народного хозяйства. Вот я вам привожу его ответ один важный в этом интервью, профилю. Ему задают вопрос, последствия визита Пелосина, Тайвань, считает ли это в себе мир? Ну, даже не этот вопрос, другой. А в какой мере американцы готовы втянуться в конфликт с Россией? Ну, тогда по Тайваню Байден заявил, что они будут Тайвань защищать по полной программе. Тут тогда его спрашивают про конфликт с Россией. Будет так же? Когда и ответ Карагодина, Карагодина этого Сергея. Он говорит, когда на днях Байдену задали вопрос о применении ядерного оружия в Европе, он ответил, что Россия станет изгоем и что ее ждут ужасные последствия. Но он не сказал, что США ударят в ответ по России. То есть, если по Тайваню сказал, то здесь нет. И дальше он говорит, зная историю американской ядерной стратегии, я, то есть Сергей Карагодин этот, на 99% уверен, он входит в президентский совет, в изборский клуб, он функционирует, в Алдай-клуб, это уровень Глазьева, вот этого Хазина и некоторых друзей. Он говорит, что Делягина, 99% уверен, что ядерный удар будет нанесен, зная историю, что если ядерный удар будет нанесен, слушайте, по одной из поддерживающих Украину европейских стран, ключевое, по одной из поддерживающих. Другое дело, что 1% все же остается типа, и он означает сотни тысяч жертв с нашей типа российской стороны, возможную эскалацию, что ответ будет для них к всеобщей, слушайте, термоядерной войне, не уже не ядерной тактической, а термоядерной. Но это 1%. Будет сломан психологический барьер, удерживающий человечество от больших войн, это бла-бла-бла-бла, он такое не понимает, по что оно мелет. Но я не исключаю, что необходимость применить ядерное оружие появится у Российской Федерации. Нынешняя западная элита, он говорит, неадекватна. Признаков этого хватает. Чего стоит ведение войны на границах в зоне коренных жизненных интересов великой ядерной державы. Это он про Московию говорит. В прошлую холодную войну это было немыслим. Он врет, все врет, поэтому это можно разобрать, что он брыхло такое. Ладно. Ну и вопрос ему, и что же тогда будет, когда американцы все же могут применить ядерное оружие? Он говорит, вот это очень важный момент, слушайте. Они ответят ядерным ударом на ограниченное применение ядерного оружия России, только если в Белом доме будет сидеть безумец или человек, ненавидящий Америку и готовый, слушайте, конкретно, и готовый ради познаний пожертвовать, скажем, Бостоном. Понятно или нет? То есть Караганов подвержает то, что вам пытается донести уже много-много лет, Олег Игоревич, что фактически они считают, что, и что же я вам вчера говорил, про зону ответственности, как считает империю Путин, Познань это, как известно, германский город был. То есть Познань в зоне ответственности Германии. И Караганов четко сказал, куда будет наноситься. Красивый город, кстати, я там не был, но там выставки проводятся, вообще шикарный город. Вот куда будет, то есть цель как бы даже уже избрана, Познань. Не Варшава, даже не Краков, не Люблин, не Жешев, а Познань. И все уже к этому готово. И на 99% они уверены, что ничего не сделает США. А все остальное они плевать хотели на Шольцев, Макронов и прочих-прочих рыжих лисиц, типа этой Лизы Трасс. Вот и все. Вот на этой, так сказать, ноте я и хотел бы закончить сегодняшнее видео. Поддержите Олега Игоревича. Не жадничайте, потому что когда вы меня поддерживаете, я вас поддерживаю. И мы все вместе, подписывайтесь на канал. До новых встреч.